Все, что связано с прошлой жизнью, у нас все это забыто, забыто, и остается с человеком только его любовь к Богу, только его добрые дела, как вы сказали, что-то сделать хорошего для Родины, это остается с вами, именно хорошее для Родины, что-то сделать хорошего для людей, это остается, но все, что ты для себя делаешь, это все стирается, забота о себе, забота о близких, это все как бы самовыживание, попытка дом, зарплата, это все самовыживание, это не жизнь, а выживание, а вот жизнь, если вы помолились какой-то день, если вы добрые дела какие-то сделали, о Боге подумали, книжку духовную почитали, вот это в вечную, уходит в вечность все, и с вами остается потом в следующей жизни, вот это все, все остальное это просто подготовка к этому, то есть мы выживаем просто, и сколько у вас настоящей жизни в течение вашей жизни, это уже вы сами решите, сколько вы сможете, столько и будет, и это все вспомнится, понимаете, в следующей жизни, вспомнится, и вы сможете опять это делать дальше, у вас появятся силы, Бог будет давать возможности внутренние, все это вспомнится дальше, но ваших детей, с которыми вы жили, мужа, жену, вы ничего этого не вспомните, сейчас очень популярна вот эта вот память о прошлой жизни, мои хорошие, я этим занимаюсь серьезно, могу сказать вам точно, что это все недоступно для человека, или доступно с большим трудом, вот я просто заявляю вам прямо, вот это вот колотропное дыхание, в котором человек выходит в это пространство памяти, как он думает о прошлой жизни, и он как бы задает себе задание какое-то там, это все находится под контролем духов, я это видел прямо своими глазами, я чувствую духов, и чувствую, когда человек по-настоящему что-то может увидеть, дешево свою прошлую жизнь не увидишь, понимаете, это могут только те люди видеть, которые очищают свое пространство, свои судьбы, они начинают лучше понимать сначала то, что с ним сейчас происходит, вот кто из вас отрезвел и понял, что с вами сейчас происходит, как ваша жизнь течет, замечательно, а кто из вас отрезвел по отношению к своим прошлым поступкам, понял, что они были неправильными, замечательно, вот вы сейчас движетесь в сторону, увидеть свою прошлую жизнь, понимаете, вот чем больше вы будете трезветь дальше, по отношению к своему прошлому, тем больше будет приоткрываться и дальше, понимаете, да? Но если человек в пьяном угаре живет, он там голотропное дыхание подышал, и раз прошлую жизнь увидел, это бред, он увидел духов, а духи в тонком теле, когда она ходит в живой, оно помнит свою прошлую жизнь, и духи ему могут показать свои прошлые жизни, привязав его таким образом к себе. Я вспоминаю якобы свои прошлые жизни, а в это время я вспоминаю духа вот этого, и, кстати, он входит в мое сознание и завладевает им. Очень хорошая техника для того, чтобы поселиться в домике неизвестного архитектора, или малоизвестного, в котором двери открываются только в одну сторону, ручки имеются в виду есть. В одну сторону есть ручки, а в другой нет. Знаете такой домик? Были в нем? Нет? Ну, советую вам никогда туда не попадать. Поэтому не помню, взуйтесь этими практиками всеми, дешевыми методами, не пользуйтесь. Или гипноз, тоже когда человек в гипноз входит, он входит в это пространство, гипноз, что такое? Там введение человека в пространство памяти, а там в этом пространстве памяти человек не ориентируется, он ничего там не понимает, не соображает. И тут, естественно, в этот момент, когда сознание туда вошло, духи тут же захватывают, потому что они злые, они наглые, понимаете? Они тут же захватывают его сознание и тут же начинают, как бы, использовать. Гипноз — это тоже не вариант, понимаете? Есть регрессивный гипноз, когда в гипнозе человек узнает свою прошлую жизнь. Тоже под влиянием духов это все происходит. А вот если во сне, человек часто во сне видит свою прошлую жизнь, часто, но отождествить — это прошлая жизнь или это просто ваш бред, навеянный фильмом, как бы, шизофреническим, который вы посмотрели, это уж, извините, сложно понять. То есть, а? Одно и то же? Близко к тому, что это было у вас жизнь. Близко. Одно и то же видишь, одно и то же. Видишь спокойно. Как определить, что этот фильм правильный? Он спокойный. Он спокойный, ощущение, что как будто мой, это мое, спокойно. И самое главное, когда ты видишь прошлую жизнь, ты не узнаешь, что это прошлая жизнь. Потому что во сне человек не помнит свою, эту жизнь. Он не различает, прошлое это или это. Он просто смотрит, это как бы я. Да, вот это все со мной было, но он думает, что в этой жизни такая ошибка идет. Потом, когда он просыпается, он ведь помнит, думает, нет, у меня не было это все, и думает, курят какой-то. А это было как раз в прошлой жизни. Ну... Видишь себя мужчиной во всех жизнях? Во всех жизнях? Во всех стах мужчины. Ну да, вы были мужчиной в прошлой жизни. Я могу это понять, почувствовать. Да, нормально. Мы не оторваны от прошлой жизни. Увидеть возможно. Сны это как раз та зона, где человек перемещается туда-сюда. То есть он может будущее почувствовать во сне. Между сном и бодрствованием человек включается в предвидение, способность почувствовать что-то. Бог не запрещает нам опасности чувствовать в своей жизни. Или прошлое почувствовать. Не запрещено. Просто, понимаете, есть много препятствий. Злые духи, всякий пьяный угар там. Наши бредовые какие-то идеи. То есть у меня все плохо. Там, допустим, когда человек в страхе живет перед судьбой. Это означает, что духи захватывают сознание и начинают ему кошмарить его. Навеивать ему в голову какие-то бредовые какие-то вещи. Понимаете? Ну, то есть препятствий много. И надо с этим сначала совсем разобраться. А потом уже тебе станет понятно, что происходит с тобой. То ли это бред, то ли действительно прошлая жизнь. Ну, то есть надо разобраться в этом. Это непросто. Ну, то есть это другое измерение. Вот мы живем с вами в наших измерениях. Да, здесь. А память или пространство ума это еще одно измерение, которое человеку предстоит освоить. Мы там не ориентируемся. Это пространство сложное для человека. Допустим, я всю жизнь изучаю это пространство. Поэтому вы мне говорите там, допустим, я увидел в своей прошлой жизни. А я вижу, что нет. Я вижу, что вы увидели то, что дух вам показал. Потому что я даже его чувствую и вижу рядом с вами. Понимаете? Поэтому я вам вопрос дал, возможность занять, чтобы разобраться. И поэтому перед тем, как с вами говорить, я вам сказал, вы уверены, что меня услышите. Потому что когда дух диктует что-то, очень трудно услышать старшего. Понимаете? И вы смогли это сделать. Ну, то есть, очень важно понять, что это возможно видеть это все эти пространства тонкие. Возможно видеть. Но это очень сложно. Это надо изучать серьезно. Это наука целая.